Приветствую. Семья актёра Баталова продолжает утверждать, что Наталья Дрожжина и Михаил Цывин их обманули. По словам родных актёра, пара вывезла из квартиры ценные вещи, принадлежащие артисту. Вдова Алексея Баталова уверяет, что она никогда не подписывала документы, которыми оперируют Дрожжина и Цывин. Более того, сама Леонтенко прежде не просила супругов о помощи, а лишь с благодарностью принимала их предложение. Так вроде как было и в ситуации с ремонтом. Юрист взялся урегулировать проблемы в квартире, но пока шли строительные работы, вывез архив Баталова. Гитане Аркадьевне архив Баталова оказался не нужен. Она сваливала это на полу около входной двери. Она периодически что-то давала и я увозил, уверяет Цывин. Однако Леонтенко утверждает обратное. Он сам предложил временно увезти материалы, но обещал всё вернуть. Тем не менее, после окончания ремонта Дрожжина и Цывин эту тему старательно сглаживали. Об этом говорит и дочь Баталова Мария. «Ведь пара часто заезжала, когда никого больше не было дома. Сама же она, сидя в инвалидной коляске, не могла защитить семейные реликвии. Я не могла помешать им, я была одна», — говорит Маша. После того, как Гитана Аркадьевна подала на актрису и юриста в суд, ситуация обострилась. Теперь пара готова всё вернуть. Но мирным путём урегулировать процесс уже не получится. Им грозит реальный тюремный срок. Мы приняли решение отказаться от договора пожизненного содержания и тех доверенностей. Но они ждут публичной казни, как в старые времена, когда сжигали колдунью. «Мы уже приговорены, мы уже мёртвые», — делится Цивин. Дрожжина тоже называет семью Баталова неблагодарной. Она готова отказаться от договорённостей, лишь бы её не разлучали с мужем. Она уверена, что Цивин может не пережить этих событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин